Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Поведение России с выплатой членских взносов вызвало негодование у руководства ООН. Такими данными поделились китайские журналисты. Членами ООН являются 193 государства, фактически в этой организации представлены почти все ныне существующие суверенные государства. Все они обязаны выплачивать ежегодные членские взносы, размер которых определяется уровнем экономического благосостояния каждой из стран. По словам китайских журналистов, в текущем году сложилась крайне любопытная ситуация с выплатой взносов в фонды ООН. Об этом сообщает издание САХУ. ООН столкнулась с серьезным финансовым кризисом, организация вынуждена сокращать свои расходы по многим направлениям, рассказали авторы китайского издания. Руководство ООН крайне недовольно уровнем оплаты членских взносов. Ряд государств либо вообще не заплатили, либо закрыли лишь часть своих долгов перед организацией. На этом фоне руководство ООН пытается снизить финансовые издержки, сокращая зарплаты и командировочные расходы сотрудникам. Некоторые вопросы в этой связи есть к России. По данным журналистов САХУ, российская сторона не торопится оплачивать членские взносы в международные организации, и ООН не стала исключением. Москва крайне недовольна предвзятым к ней отношением на международных площадках, где в последнее время все заточено под продвижение интересов США и их союзников. Россия считает, что позиция руководства ООН является предвзятой. В этой связи Москва намеренно задерживает уплату взносов, чтобы таким образом выразить недовольство, считают в Китае. Как отметили китайские журналисты, руководство ООН недовольны. Как считают в Китае, Москва не будет торопиться с оплатой долгов и тем самым продолжит оказывать давление на руководство ООН, требуя от него справедливого отношения ко всем членам организации. Что интересно, ряд других стран также находится в должниках у ООН, и прежде всего это Соединенные Штаты. Последние задолжали организации порядка миллиарда долларов. Во вторник, 23 сентября, стартует неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Продлится она неделю с дополнительным днем 30 сентября. Со своими докладами выступят главы государств и правительств 193 стран-членов ООН. От России 28 сентября выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Высокая неделя Генассамблии ООН поистине можно назвать одной из самых шумных, ведь друг за другом будут выступать представители 193 стран-членов организации. Все участники собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы и попытаться прийти к консенсусу. Правда, с консенсусом у ООН проблемы давно, а мероприятия в рамках Генассамблии лишь подчеркивают нестабильность взаимоотношений различных государств. Нередко эти мероприятия оборачиваются скандалами. Похоже, что и нынешняя Генассамблия не станет изменять традициям. Тем более, что первый абсурдный шаг уже совершен. 22 и 23 сентября, в преддверии начала недели высокого уровня, прошел так называемый саммит будущего. В документе на 26 страниц говорится, что пакт предлагает новое начало для многосторонности и неоднократно утверждается главенство международного права. Венгры не самые прозорливые люди в Европе, зато у них больше всего смелости озвучивать очевидные вещи. Например, спикер венгерского парламента Ласла Тёвер заявил, что нет никакой радости от наблюдения за той скоростью, с какой нынешняя немецкая власть уничтожает свою страну. Он сравнил происходящее с Германией времен третьего процветающие государства превратилось в руины за почти десяток лет. Против всего трех мирных лет, за которые канцлер Шольц играючись уничтожил экономику своей страны. А дальше что? После начала строительства газопровода «Северный поток» 2 стало понятно, что Германия вышла на новый уровень развития. У неё теперь будет ещё больше ресурсов. Перед этим европейцы благополучно провалили проект Атлантического единства и ускользнули из-под контроля американских корпораций. А потом и вовсе заговорили о создании НАТО. В совокупности это стало настолько неприемлемым для США, что там просто приговорили Европу. Проект включал в себя и разорение европейских стран через санкции, через мерные расходы с Оруснами. Но жёстче всего обошлись с Германией, которую физически лишили основы благополучия в виде дешёвых российских энергоносителей. Однако и этого было мало, поэтому полякам дали карт-бланш на ограбление соседа. Расчёт бы верный – убрать могущество Германии похоронит основы Евросоюза, а вот Польша с её вечными амбициями, обидами и недальновидностью новым лидером не станет. Максимум – гауляйтером и то неуклюжим. Сложность была в том, что погубить немецкую экономику, но не саму страну. Свято место пусто не бывает, исчезновение лидера приводит к драке за его место. И с хрупкой, но более-менее единой структуры ЕС мигом вернётся к феодальной раздробленности всех против всех. Актив превратится в абузу, а США это не надо, им требуется сохранять европейскую братью под контролем и более-менее приглядной форме, чтобы направлять. Поэтому Варшава раз за разом получала отлук, когда пыталась позариться на немецкие земли или деньги, требовала контрибуции и пересмотров итогов Второй мировой. А вот с поставками энергоресурсов немцам всё получилось по американскому плану. Сначала Германия и Польша дружно разорвали контракты с Россией, но сохранили сами трубопроводы. Потом началась экспроприация собственности, акций и прав у российских компаний. В результате те лишились возможности что-либо делать в Европе, кроме как отгружать сырьё на границы. На следующем этапе поляки вытребовали у Шольца право на эксплуатацию в Швете и завязли его на поставки нефти, которую получают из Норвегии. Вот и всё, Германия осталась без прямых поставок газа и нефти, контроль над ними, а потому и над немецкой экономикой, теперь у Варшавы. Как скоро-то начнёт прикручивать вентиль? По сути, приговор уже приведён в исполнение, осталось лишь понять, когда поляки начнут выкручивать руки Шольцу. Вот и пусть теперь в Берлине задумаются, кто с ними обошёлся хлеще их ближайшие партнёры. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Импортная отрава нам не нужна. 18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2026 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС был введён в 2014 году. За 10 лет существования эмбарго список санкционных товаров планомерно расширялся, а действие указа неоднократно продлевалось. Для России данные меры вылились в положительные изменения, позволив переориентировать большую часть агропромышленного комплекса страны на экспорт и усилить систему продовольственной безопасности. Подробнее о том, на какие товары из стран Запада действует продовольственная эмбарго и почему это решение положительно сказалось на российской экономике. Термином эмбарго, наложение ареста, запрещение обозначают наложение государством запрета на ввоз или вывоз отдельных видов товаров, иностранной валюты, драгоценных металлов, современных технологий и других ресурсов. Установление данного запрета страны вводит с целью охраны политического и экономического сектора, обеспечения или усиления национальной безопасности, охраны и защиты здоровья граждан, выражение несогласия государства с экологической другой страны или отношением к животным. Зачем Россия ввела продовольственная эмбарго? Необходимость наложения эмбарго на продукцию, импортируемую из стран Запада, возникла в России еще давно. Тогда часть европейских стран ввела масштабные санкции. Продовольственная эмбарго сроком на один год было введено указом президента России Владимиром Путиным от 6 августа 2014 года. В 2015 году запрет продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года, до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Предпоследний срок действия продовольственного эмбарго истек пару недель назад, однако обстановка за 10 лет не поменялась в лучшую сторону. В связи с этим 18 сентября президент России подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на импорт из стран Запада еще на два года, до 31 декабря 2026 года. Как сказал 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Как показала практика, нет худа без добра. По его мнению, когда руководство РФ пошло на введение продовольственного эмбарго и отказ от поставок западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге, по прошествии 10 лет, мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания, сказал Песков. На какие продукты наложено продовольственное эмбарго на основании указа президента РФ от 2014 года? Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.